Мы в рамках пограничного вопроса рассмотрели и ситуацию с противовоздушной обороны. Ситуация понятна. Мы проанализировали, тоже ставили достаточно объемный отчет и на основании его отработали свои предложения по реформированию, свое видение всего сектора противовоздушной обороны. Что касается ситуации в СКПО, основные проблемы, это понятно, у нас практически вся техника ПВО, вооружения, российского производства. Соответственно, рассчитывать на то, что противник не знает ТТХ, очень проблематично. Известны все параметры работы, начиная от наших радиолокационных станций и заканчивая взрыватели боевых частей, изнетенных и управляемых ракет. То есть в этом плане вопрос противодействия радиоэлектронного решается очень просто со стороны россиян. Кроме того, стоит учесть, что у нас техника российского производства, но она морально и технически устаревшая. По нашим оценкам, сейчас в ПВО не менее, ну где-то порядка 80-85% образцов вооружения и военной техники просто исчерпали свои ресурсы. В то же время модернизация тоже имеет свои пределы. У нас сейчас поступают, мы видим, накладывают, что там отремонтировали тот зенитно-ракетный комплекс, но вернулся в ПВО и так далее. Но на самом деле, по своим ТТХ, даже вот эти отремонтированные комплексы, они уже не отвечают совершенно сегодняшнему дню. В общем, проблем в этом плане масса, и очень остро встает вопрос, к чему мы будем прикрывать воздушное пространство страны в случае полномасштабной агрессии России. Сейчас происходили в последнее время, ну скажем так, не очень благоприятные процессы, как раз в этой сфере. У нас отходили от зонального к объектовому принципам охраны воздушного пространства. Ну то есть, если раньше был единый зонтик ПВО у нас есть в стране, потом поняли, что силы средств, ну армия постоянно сокращалась, поняли, что силы средств нету, поэтому начали говорить о прикрытии там столицы, атомных электростанций, промышленных объектов и так далее. Ну понятно, что это не самый эффективный вариант, хотя эконом вариант, но даже его мы сейчас не можем обеспечить, поскольку встает вопрос технической исправности и боевых готовностей этих комплексов. Опять-таки, даже если взять, посчитать, что все они прекрасно боеготовы, возникает вопрос, насколько эффективно россияне могут противостоять нашей системе ПВО. Мы предлагаем как раз из опыта современных вооруженных конфликтов создавать дублирующие системы, разнесенные в пространстве, которые, ну, децентрализованы, то есть, в принципе. Достаточно хорошо себя зарекомендовал. В ходе последних вооруженных конфликтов, я считаю, что нам этот опыт необходимо использовать. Мы считаем, что сейчас, на данном этапе, как раз в сфере ПВО, мы должны сосредоточить свое внимание на основных, ну, в сфере производства сегодня нашего оборонно-промышленного комплекса для рассмотрения вопроса о закупке ее за границей на трех основных направлениях. Это первая, нам необходимо, многоцелевая землетно-ракетная система поколения 4+, как и у него, которая могла бы бороться с баллистическими целями и стать основной системой ПВО на театре военных действий. Как вариант, ну, конечно, сейчас необходимо использовать ресурсы, что есть, но мы допускаем, ну, это опять-таки с экономической точки зрения, мы будем рассматривать вариант закупки американских систем Патриот. Но Патриоты, в отличие от хваленых из метроракетных комплексов и систем российского производства, они прошли боевую обкатку и показали действительно свою высокую эффективность. То есть это система, на которую не жалко тратить деньги, потому что понятно, что она будет работать. Второе, это весьма болезненный вопрос, это закупка или создание многоцелевого рейтинга истребителя. В первую очередь модификации истребителя-перехватчика. У нас, мы знаем, транспортную авиацию Украина производит без проблем, у нас с боевой авиацией большие проблемы. Но в качестве предложения мы рассматривали вариант закупки шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения гриппом. Он тоже достаточно большой популярностью пользуется в Европе. Тут опять-таки надо сделать уточнение, что при создании нашей системы ПВО-ПРО мы должны рассматривать вопрос ее интеграции все-таки с европейской ПРО. В рамках НАТО, в рамках ЕС, неважно. То есть мы должны ориентироваться на то, что мы были частью, скажем так, единой европейской системы обороны. И это отвечает как раз нашему европейскому пути, то есть политике евроинтеграции. И третье, это создание автоматизированной системы управления для перетянута локтического уровня ПВО. Эти работы тоже проекта «Арианда-М» в Украине велись достаточно долго, были выкинуты на это сумасшедшие средства, но без особой отдачи. Мы предлагаем все-таки форсировать эту работу, и при этом очень важный условие отказаться от элементной базы российской. То есть то, что мы можем произвести сами, закупать за границей. Я думаю, то есть при понимании правительством, парламентом необходимости таких мер, я думаю, что мы буквально за, ну не за считанные месяца, но за пару лет можем кардинально изменить ситуацию как в сфере охраны и обороны сухопутного участка границ, так и воздушного пространства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!